В прошлом году мы собрали просто обалденный снегоход из санок и бензопилы. Но мы решили не останавливаться на достигнутом и решили собрать электрический снегоход из обычных санок и мотора от электровелосипеда. Крепить наш мотор хотим на этих амортизаторах и маятнике от мопеда. Но он не подходит по размеру, поэтому вот здесь мы его отрежем, сделаем уже и короче. Сидушку снимаем и примеряем амортизаторы. Сверлим отверстие под новое крепление амортизатора. Теперь остается прикрепить эту балябалу к нашим санкам. В этом нам поможет металлический профиль. Шаровые саномарки. Вырезаем крепление под ось маятника. Тщательно затягиваем ось и привариваем к нашему профилю. Устанавливаем крепление амортизаторов. Отлично получилось. Задумка была в том, чтобы заднее колесо плотно прижималось амортизаторами, хоть к рыхлому, хоть глубокому снегу. Теперь остается все это тщательно обварить, чтобы ничего не оторвало. Прикручиваем назад сидушку и вот такой красавец у нас получился. Даже тормоза есть. Изначально я думал забортировать покрышку прямо на наше мотор-колесо. Но обыскав весь рынок, я так и не нашел подходящего размера. Буквально чуть-чуть не налазит. Два миллиметра не впихивается. Поэтому принято было безумное решение. Взять ремень ГРМ, прикрутить его саморезами к металлической полоске. И приварить все это безобразие к нашему мотору. Сейчас еще добавлю точек, если ты посветишь газа. Руль заменим на велосипедный, так как на нем удобно закрепить ручку газа. Он и понадежнее будет. Подкрасим швы, чтобы не ржавело. Остается лишь прикрутить контроллер и аккумулятор. Все подключить и можно ехать. О, терепонька как хорошо подходит. Ах да, еще осталось поставить защитное крыло, чтобы случайно не сесть попой на эти шипы. Ну вот и все, аппарат готов. Можно тестировать. Ну все, предлагаю вот тут, прям по этой дороге. Минус фара. Я заснял. Пора кататься. Уже прям неделю. Вот и настал долгожданный момент. Сейчас будет первое включение в реальной обстановке. Включаем зажигание. Аккумулятор полностью заряжен. Попробуем вначале на месте. О, очень резво рвет. Попробуем проехаться. Ого! Ничего себе! Я хотел по тропинке ехать. Ого! Я сбросил газ. Очень необычное ощущение! Я чуть с него не слетел. Очень резвый. Очень быстро разгоняется. Едет по всему чему хочешь, даже не по снегу. Я ж бухтует. Бухтует, бухтует сейчас. А что такое? Такое это? Броди, да. Ого! Оно стоит. Все шипы оборвало. Ёлки-палки. А где же оно могло оборвать-то? Да хуя тебе. Так что он никак вообще без шипов? Мы не разводим? А это пахнет. Надо проверить, не слишком ли большая нагрузка на наш мотор. Не греется ли контроллер? Что-нибудь в проводке? Грамотно это сделать с помощью тепловизора. Магазин Даджет любезно предоставил нам тепловизор SIG Thermal Compact Pro. Линза у него сделана из хелькогенидного стекла. И мы сейчас вместе посмотрим, как же он работает. Ого! Смотрите! Вот так вот выглядит наш снегоход в тепловизоре. Видите, сильнее всего нагрелся аккумулятор. Сидуха и руль нагрелись из-за того, что просто до них касались. Еще четко видно, что греется в провод. Самая горячая точка. 3 градуса тепла. Ну очень, конечно, слабо он нагрелся. Но все же даже такой слабенький нагрев мы можем четко увидеть. Представляете? А, это кстати не аккумулятор нагрелся. Это контроллер, да. Аккум вообще синий. Так также за считанные секунды можно легко найти неисправности в проводке. Или при ремонте радиоаппаратуры. С таким тепловизором ты можешь видеть тепло как рептилии. Хоть в полной темноте. Это же сверхспособности, недоступные человеку. Ссылочки я оставлю в описании. А можно что-то сделать, выровнять? Потом он один торчит. Вот он. Все загнуло. Покрышка это единственный верный вариант. Либо очень толстая резина. Потому что шипы не должны держаться жестко на колесе. Ну может твердкой прочистить хоть как-то поедет. Пару разбили, шипы оборвали. Ну мы не сдаемся. Опускаем на лед. Был снегоход, станет ледоход. О, такая нефата. По чуть-чуть. Он идет. Он и едет. Заносит. Увидение просто космическое. Когда ты летишь задом, тебя вот так крутит, но ты понимаешь, что ты не упадешь. Он устойчивый. Пошел, роди мой! Пошел, пошел, пошел! Санюк, боком! Я испытаю тормоза! Вы слышали этот звук? Нет, тормозить нормально как бы. Тормозной путь 2,5 метра. Тормозной путь просто огромный. И что мы видим? Ремень прочистился. Шипы повылетали все, их больше нету. Но он едет! Кто смелый? Кто хочет на большой скорости его развивать? Там чумпишка. Разгоняешься, чуть-чуть начинаешь поворачивать и резко на все газ он начинает вот так сразу его. Давай попробую. Повылый зацеп, сука. О, первое падение! Я заснял! Ну надо колесо доработать. В идеале сделайте такое, как у нас в прошлом видео было. Там покрышка. Огромные красивые шипы. Прямо так под разным углом торчат. Их очень много. И вот каким-то образом, я не знаю, каким умудриться эту покрышку натянуть на этот мотор. Это самая бешеная вещь, на которую только садился. Это примесь бензопилы и табуретки. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поехал. По какому-то школе. По прямой она вот так вот, ну, со стороны в сторону. Ну да, амортизатор. Это наш амортизатор немножко жестковат. Он до конца чуть не садится. А ну-ка, если вот так вот. Вот так вот. А я встану. А, вдвоем. Духместный снегоход! Вот, давай. Лед трусится. Не то слово. От этих вибраций. Ни хрена себе. Что? Это вырвало лялью и все. Он не перебился, мотор? Что это еще? Холодный, как лед. Это говорит о том, что нагрузка очень маленькая идет. Когда до сотни разгоняли, он сильно нагрелся. Сейчас вообще холодный, как лед. Единственное, что вот посмотрите на вот это вот. Скоро вот-вот уже оторвет ремень и останется чисто один мотор. Угадай, кто заснял. Ахахахаха. Ахахаха. Ого. Во, 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 во. Супер. Смотрите, что он сделан. Все. Мы сделали это. Чуть-чуть меньше работы теперь будет. Вот он. Кусочек ремня ГРМ. Оторвало. Ну, бывает. А вот что с крестом. Я не успокоился. Он ремень держится. Лопнула эта штука. Этот снегокод произошел все ожидания. У него очень мощный крутящий момент. Но мы на этом не останавливаемся. Мы хотим устранить недостатки. Доработать заднее колесо, чтобы не вылетали шипы. И в следующем ролике сделать полноценный тест на дальность, на проходимость и в других тяжелых условиях. Едет прекрасно. Чего он нас туда не ехал? Наш�он, на мотоаре ехал. Бешеный агрегат. Скорость сумасшедшая. Несмотря на то, что у нас уже половина ремня слетела. Вы видите, куска нет. Ничего, мы его доработаем. Мы сделаем. О, такенные шипы сзади. Поставим их правильно, чтобы их не срывало. И это будет такой зверь Такого вы еще на ютубе точно не видели Очень компактный и очень легкий Смотрите И понес куда надо В этом плюс электро Бензиновый будет намного тяжелее Бензиновый будет намного тяжелее